Время новостей на телеканале ДОМ в студии Светланы Леонтьева. Доброй ночи. Жаркий, но результативный день в парламенте. Верховная Рада проголосовала за бюджет 2021 года. Кризисный и компромиссный главный финансовый план страны поддержали 289 народных депутатов. Сколько будет стоить доллар? Когда поднимут зарплаты? И хватит ли Минздраву 159 миллиардов гривен на борьбу с пандемией и вакцинацию от коронавируса? Артёп Голуб разбирался. Украина с бюджетом. За 289 решения принято. Закон принятый в целом. Не идеальный и компромиссный. Это всё о бюджете страны на следующий год. В 2021-м Украина рассчитывает получить 1 триллион 92 миллиарда гривен доходов. А вот расходов – 1 триллион 328 миллиардов гривен. Дефицит – 236 миллиардов. Эту дыру в бюджете Украина будет закрывать за счёт международных кредиторов. Мы очень рассчитываем на международный валютный фонд. Это, безусловно, не является какой-то панацеей или победой. Наша współпрость с международным валютным фондом. Но, с другой стороны, это является необходимостью сегодня. Это необходимость сегодня взять кредит, использовать его на поддание кризис и потом, протягом трёх лет, отмолваться от кредитования МВФ. Это реальные абсолютно вещи. Для сокращения дефицита бюджета депутатам пришлось отложить увеличение минимальной зарплаты до 6,5 тысяч гривен с 1 июля до 1 декабря следующего года. Медики недовольны. Выкладывают в сеть видеообращения с требованием выполнить обещание и поднять им зарплаты. Ведь на нынешние 6-8 тысяч гривен им едва удается сводить концы с концами. Мой стаж составляет 35 лет, а зарплата всего 7 тысяч гривен. У меня есть семья и вторая работа, благодаря которой мы выживаем, потому что на такую зарплату выжить просто невозможно. И у меня вопрос с депутатом. Вы считаете, это достойная зарплата за спасённые нами жизни? Разве это справедливо? Нардепы успокаивают. О медиках не забыли и зарплаты будут расти. Но первым делом необходимо справиться с коронавирусом. В бюджете на медицину предусмотрели 159 миллиардов гривен. Более 22 из них пойдёт на борьбу с пандемией и вакцинацией украинцев. Также проголосовали ещё ряд правок позитивных. Я тоже их поддерживала. Это выделение денег на покупку леков для орфанных хворых. То есть люди, которые хворяют редкостными хворобами и которые подекуда часто физически не могут для себя достать лекование. Их может закуповывать только государство по специальных процедурах. На оборону Украина в 2021 году потратит 267 миллиардов гривен. Из них 98 получит Министерство внутренних дел. А Минобороны – 116 миллиардов. Выдатки на потребы национальной безопасности и обороны увеличивает до рекордного уровня 5,93% валов внутреннего продукта. В следующем году главное для Украины – это удержать небольшой дефицит бюджета. Если страна пройдёт период коронакризиса, то в будущем мы сможем отказаться от помощи кредиторов, говорят экономисты. Украина каждые 5-6 лет попадает в ситуацию, когда доводится обратиться с помощью Международного валютного фонда и других международных партнеров. Я не думаю, что співпраця в ближайшее время прекратится. Если мы перейдемо к политике такого стримания, и мы увидим экономическое восстановление, и проблемная ситуация, сникнет коронакризис, даст ей поделать, то, возможно, можно про такое что говорить. В бюджете средний годовой курс национальной валюты составит 29 гривен 10 копеек за 1 доллар. Артём Голуб, Дмитрий Борщ, Киев, Твой дом. 40 КП страдавших полицейских, палатки на Майдане Незалежности и заблокированная центральная станция метро. Это результат очередного протеста частных предпринимателей. Всё началось с самого утра у стен парламента, и до сих пор в центре Киева дежурят около 1000 участников акции «Сейффоб». Их не устраивают уступки власти, компенсации и отсрочка введения кассовых аппаратов на год. В этих законопроектах отражены все ведущие моменты, которые устраивают ФОПов. И поэтому мы за них и боремся. То, что, допустим, было предложено и принято, оно не соответствует нашим требованиям. И оно не упрощает нашу работу, а усложняет. Опять-таки, отсрочка на год – это отсрочка казни на год. В парламенте тем временем заявляют, готовы к диалогу с частными предпринимателями. Однако, выполнить их главное требование и освободить от обязательного использования кассовых аппаратов невозможно. Без этого государство не сможет эффективно противодействовать контрабанде. Национальному агентству по предупреждению коррупции Верховная Рада вернула полномочия. В частности, проверять достоверность декларации судей, в том числе и судей КСУ. А украинцам – получать круглосуточный доступ к единому госреестру декларации чиновников. Поможет ли это решению проблемы конституционного кризиса в стране, выясняли мои коллеги. Рада возобновила полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции, отмененные скандальным решением КСУ от 27 октября. Теперь все доходы топ-чиновников и судей снова будут в свободном доступе. Законопроект поддержал 321 народный депутат. За 321 решение принято. Они регулируют процедуру и процесс проверки электронных деклараций по судям. Власне, это и было основным предметом критики Конституционного суду, причиной, почему они приняли свое решение. По новой процедуре НАЗК и дальше будет собирать, систематизировать и проверять фактически декларации судей. Практически ничего не изменилось. Единственное, что добавили некоторые дополнительные элементы процедуры, то есть, если судья чувствует, что на него раптом кто-то пытается тиснуть, он может подать скаргу до высшей ради правосудия. В законе прописан порядок действий нацагентства при попытке судей или судей КСУ получить взятку. Предполагается, что будет открыт круглосуточный доступ в единый госреестр декларации чиновников. Впрочем, об окончании конституционного кризиса говорить рано, считают эксперты. Это еще один шаг для того, чтобы антикоррупционная инфраструктура начала адекватно функционировать. Но, на жаль, у нас остается невырешенным вопросом дальнейшей деятельности Конституционного суду. И нам нужно, что наименьше, враховать те рекомендации, которые надала Венецианская комиссия. Конституционный кризис в Украине начался с обращением 47 народных депутатов от ОПЗЖ и группы «За будущее», после которого КСУ принимает одиозное решение и отменяет ряд важных антикоррупционных механизмов и фактически блокирует работу на ПК. На прошлой неделе Рада вернула ответственность за ложь в декларациях чиновников и политиков, приняв соответствующий законопроект. Нарушителям грозят и штрафы, и ограничения свободы сроком до двух лет. Инна Мазаркевич, Артем Голов, Дмитрий Борщ, Киев. Твой дом. Списки людей, причастных к преследованиям украинцев, живущих в оккупированном Крыму, а также тех, кто в обход украинским законам выезжал на полуостров Пьедаль в ЕС. Кроме того, руководитель прокуратуры Автономной республики Крым Игорь Поначевный во время консультации с европейскими партнерами обратил внимание на российских авиаперевозчиков. Они арендуют самолеты у европейских компаний и незаконно летают в Крым. Увековечить память жертв одного из чудовищнейших преступлений 20 века. Президент Владимир Зеленский подписал указ о мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра. А также поддержать инициативу общественности создать в Киеве мемориал Холокоста Бабий Яр. Как воспитать гения? В Украине запустили платформу и чат-бот NUMO о важности дошкольного развития. Здесь и подсказки для родителей, и увлекательные игры для малышей, которые научат находить друзей и различать хорошее и плохое. Даже простая игра или разговор с маленьким ребенком могут сформировать главные навыки в жизни. Например, найти друзей, общаться со взрослыми, различать эмоции. Для того, чтобы помочь родителям и воспитателям это сделать правильно, ЮНИСЕФ совместно с Министерством образования и науки Украины запустили сайт NUMO для развития дошкольников. В нем подсказки, упражнения, игры, которые помогут ребенку в возрасте от 3 до 6 лет осваивать важные издания. ЮНИСЕФ-ДИНАМИ Программа NUMO предлагает 16 лет. Базовых навыков, которые понадобятся во взрослой жизни. Каждому 10 шагов их развития. От простого к сложному и подсказки. Расскажи, сделай, спроси. Например, как развивать у маленьких детей ответственность и делать выбор, заботиться о своей безопасности. Есть целая несколько игр, разных направлений. Например, игра «Кордоны». Мы можем учить детей в пантомиме и разум показывать, что ты не знакомый мне, не дорослый. Например, рассказать детям о интимных частях тела. Это правило трусиков, кто может торгаться от этих частей, кто не может. Кроме сайта NUMO, родители и воспитатели смогут воспользоваться чат-ботом платформы Viber или Telegram. В нем получать индивидуальные советы для развития своего ребенка. Чат-бот NUMO уже скачали почти 8 тысяч родителей и дошкольников. Разработчики платформы надеются, что инициатива станет популярной в Украине. А родители будут давать своим детям правильное дошкольное образование. Светлана Сыч, Юрий Шульга, Киев. Твой дом. Слава настигла героя. Владимир Кличко вошел в Международный зал боксерской славы. В 2020-м сюда попали лишь три выдающихся спортсмена. Среди них и украинец Владимир Кличко. На протяжении 15 лет он был обладателем чемпионских поясов всех версий, кроме WBC. Он был у его брата Виталия Кличко. Командный чемпионат Украины по прыжкам в воду стартовал в Киеве. 13 комплектов наград разыграют лучшие спортсмены из 9 команд. По итогам чемпионата будет сформирована сборная Украины на следующий сезон. В командных соревнованиях смешанных пар на трехметровом трамплине и 10-метровой вышке победил дуэт, представляющий Донецкую область, Ника Шурда, Станислав Алиферчик. Особенно ценной золотая медаль стала для Ники Шурды. Это ее первое выступление после тяжелой травмы, перелома обеих рук. Для восстановления 16-летней спортсменки понадобился целый год. Чемпионат Украины продлится до 19 декабря. Рождественское настроение – это важно. Жителям Сеула его создают кошки. Кафе «Кэтгарден» стало приютом для многих кошек, спасенных с улиц. Оно работает уже 4 года. В эти дни его пушистые обитатели в костюмчиках Санты и с пожеланием «Мяу Крисмос» встречают посетителей и поднимают им настроение. На Рождество для кошачьих Санта-Клаусов запланирован особый праздник – вечеринка с куриными грудками. Из-за вспышки коронавируса было сложно долго оставаться дома. Мне очень захотелось увидеть кошек, погладить их. Здорово, что я могу наслаждаться в их компании праздничной атмосферой даже во время пандемии. Футуристические керамические ясли, в которых есть астронавт и персонаж, напоминающий Дарта Вейдера из «Звездных войн». А Мария, Иосиф, три короля и пастухи выполнены в форме кубических шахматных фигур. Так выглядит в этом году вертеп на площади Святого Петра в Ватикане. Это не первый в истории нетрадиционный вертеп, но в этом сезоне он выглядит так, как будто пришел из космоса. Авторы композиции – студенты и учителя из итальянского города Кастелли. Необычная шопка понравилась не всем. Увидев это, я представила кегли для боулинга с младенцем Иисусом в виде шара. Очень странный вертеп. Трудно поверить, что они это сделали. Это современно. Он напоминает 1969 год, когда первый человек совершил полет на Луну с астронавтами и тому подобное. Это что-то новенькое. Одним это нравится, другим нет. С пожеланием мира и оптимизма. Я прощаюсь с вами до завтра. Утром в этой студии встречайте Дарью Вершиленко. Напоминаю, новости телеканала Дом всегда можно найти в соцсетях. Доброй ночи и удачи. Добавил субтитры Алексею Дубровскому! Добавил субтитры Алексею Дубровскому! Добавил субтитры Алексею Дубровскому! Добавил субтитры Алексею Дубровскому!